Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Врата рая для них будут закрыты И поэтому Есть отличие в том, что человек говорит Я мусульманин От того, который говорит Я мусульманин И неправильно понимает Кур'ан, неправильно понимает Сунну Но в то же время он называет себя мусульман И поэтому посланник Аллаха Для того, чтобы понять Насколько сподвижники Поняли миссию посланника Он спросил у своего сподвижника Му'ады ибн Джаббаля Ради Аллаху Аль Который однажды сидел позади него На верховом животном И сказал О, Му'ад Знаешь ли ты, в чем заключается Права Всевышнего Аллаха Над его рабами? И в чем заключаются Права Рабов перед Аллахом Субханаху Ва Та'Аля Вопрос простой Он очень прост Но на него найдет ответ Только тот, кто Этот хадис Внимательно Прослушает И поразмыслит о нем Му'ад ибн Джаббаля Ради Аллаху Аль Сказал Аллах и его посланник знают лучше Тогда он сказал Права Аллаха Субханаху Ва Та'Аля Перед его рабами Заключается в том Чтобы они поклонялись Ему одному И не приобщали к нему Равных никого Просто, правильно? И права рабов Перед Аллахом Заключается в том Чтобы Аллах Не наказывал Адом Огнем Своим наказанием Того, кто поклоняется Аллаху И не приобщает К нему равных никого Простой хадис Но, к сожалению Тексты Простые Легкие Иногда мы, люди Стараемся неправильно Растолковать Или неправильно понять Данный хадис Данный хадис указывает На то, что О, рабы Аллаха У каждого из нас Есть ответственность И обязанность Перед Аллахом Это самая важная Ответственность Которая могла бы Существовать В этом мире У нас есть Ответственность Перед женами Перед детьми Перед родителями Это все Ответственность И обязанность Но над этим Всем Лежит Ответственность Перед Аллахом Субханаху Тем самым Посигнув На его права Тем самым Придав его Награда Будет проста Награда Будет легкой И это Рай Мы часто Слышим Слово Таухид Слово Единобожие Мы часто Называем Себя Муахидами Или Муахид Но на самом деле Это не просто Слова Это Величайшая Миссия С чем был Послан Посланник Аллаха Саллаллаху Алейкум И это Величайшая Ответственность На наших Плечах Перед Всевышним Аллахом Аллах Субханаху Ата'аля Говорит В Коране Я сотворил И людей И джинов С одной Лишь целью Чтобы они Поклонялись Мне Поклонялись Означает Повиновались Покорились Аллаху И были Единобожниками Слово Поклонение Оно не Означает То что Часто мы Себе Привыкли Представлять Это поклон Намаз Или же Это только Пост Или только Перетягивание Щеток Либо же Чтение Кур'ана Нет Это не только Это Поклонение Слова Которое Аллах Субханаху Ата'аля Называют Кур'ане Аль-Ибада Она охватывает Все сферы Нашей жизни А именно Сердце Уст наших И наших Органов Это означает Что человек Может нарушить Права Аллах Субханаху Ата'аля Сердцем Словами И делами Посланник Аллаха Салли Аллаху Алейхи Асаллим В хадисе Сказал Тот Кто засвидетельствовал Что нет Божества Достойного Поклонения Кроме Аллаха И что Мухаммад Салли Аллаху Алейхи Асаллим Является Рабом И посланником Аллаха Искренне От Всего Сердца Он Войдет В рай Но этот Хадис Следует Понимать Правильно Если Человек Признал И сказал Слова Шахады Сказал Асхаду Аллах Иляха Иллалах Это означает Что он Не просто Утвердил Это А слова Шахады Или свидетельства Означает Что человек Это В этом Убежден Сердцем Он Произнес Это Словами А затем Доказал Аллаху Своими Делами И поступками Только Тогда Его Вера И Его Единобожие Будет Действительной Ведь Когда Аллах Субханаху Поступки И действия И Поэтому Каждый Мусульманин Он Должен Понимать Какова Его Ответственность Перед Аллахом После того Как он Сказал Я Мусульманин Это Означает Нарушить Права Аллаха Для Него Должно Быть Табу Человек Порой Говорит Хамду Лилля Я Не Совершаю Многобожие Хамду Лилля Я Не Предаю Аллаху Равных Вы Уверены Или Ты Когда Говоришь Эти Слова Ты Уверен В Этим Почему Если Б Каждый Из Подвижников Был Б Уверен В Этим То Посланник Аллаха Салаллаху Об Этим Много Текстов Не Сообщил В Одном Из Хадисов Посланник Аллаха Салаллаху Говорит Я Боюсь Среди Вас Распространение Распространение Малого Многобожия Малого Фирка Тогда Сподвижники Сказали О посланник Аллаха Что это Такое Тогда он Сказал Это Показуха Показуха Которая Проникает В сердце Человека И он Совершает Деяние Якобы Ради Аллаха Но На самом Деле Его сердце Желает Иного Оно Желает Чтобы Кто-то О нем Сказал Маша Аллах Какой Богобоясненный Маша Аллах Как красиво Читает Куран Маша Аллах Как он Искренне Молится Маша Аллах Как он Дает Много Садака Но И И поэтому Мусульманин Когда Сказал Я Свидетельствую Что нет Божества Кроме Аллаха Это Означает Что он Должен Сохранить Теперь Это Единобожие Сохранить Его Посредством Отдаления И Оставления От Грехов Которые Уменьшают Единобожие И Которые Нарушают Его Нарушает Единобожие Это Ширк Это Приобщение К Аллаху Равных Когда Человек Поклоняется Кому-либо Помимо Аллаха Когда Человек Делает Курбан Не для Аллаха Когда Человек Уповает Не на Аллаха Страшится Не Аллаха Когда Человек Восхваляет Кого-либо Помимо Аллаха И Поэтому Ширк Или же Нарушение Единобожие Происходит Тремя Органами И Человек Пусть Не обольщается И Не говорит Я Альхамдулиля Делаю Намаз И Мне Этого Достаточно Проверь Свой Намаз Проверь Свой Намаз Я Даю Садака Альхамдулиля Я Выплачив Закат Альхамдулиля Абдуллад Абдуллад Аббас Ради Аллаху Анхума Упомянул Этот грех Как показуха Или скрытый грех Который проникает В сердце Человека Подобно Муравью Черному Ползущему По черному Камню В темноте Это указывает На то Что ее Порой Невозможно Заметить Человек В период Эмоционального Состояния В период Желания Добиться Чего-либо Он порой Не контролирует Своё сердце Он становится Делать Намаз Дает Садака Или же Она одевает Хиджаб Или Покоряется Мужу Или же Выполняет Свои обязательства Перед мужем Перед жен Неважно Это все Является Поклонением Поклонение Как Шейх Алисам Бин Тайми Рахмагуллах Описал Это все Дела Поклонение Это все Дела Это все Слова Явные И тайные Явные И скрытые Которые Любит Аллах И которыми Он доволен Это означает Все Что бы мы Не сделали Является Поклонением Даже Убрать Преграду С дороги Является Поклонением Почему Потому что Этим Поступком Доволен Аллах Значит Оно Должно Совершаться Искренне Ради Аллаха А не То Чтобы Сказали О Маш Аллах Какой Заботливый И таких Случаев В нашей Жизни Уйма Но Как Человек Сможет Сохранить Таухид Свою Единобожие Не изучая То Что нарушает Его Или Не понимая Ведь Только Ради Этого Ради Таухида Ради Единобожия Всевышний Аллах Ниспрослал Кур'ан Отправил Мухаммада Салла Аллах Алихи И тех Которые Были До Него Аллах Говорит Аллах Говорит Мы Каждому Народу Послали Посланника С повелением Поклоняться Аллаху И сторониться Многобожия Эта Миссия Была Всех Пророков Абсолютно И Поэтому Важность Сохранения Своей Веры Посредством Отдаления От Многобожия Является Уадибом Фардом Каждого Мусульманина А он Сможет Это Сохранить Только Изучая Религию Посмотрите Сегодня На состояние Уммы Вы Видите В этой Умме Людей Которые Называют Себя Мусульманами Но Они Вешают На себя Обереги От Сглаза Либо же Обереги На руку Либо же Они Вешают Подковы Дома Вешают Перец Различные Кусты Прибегают К различным Методам Для того Чтобы Оберечь Себя Или Уберечь Себя От Зла А это Ничто Иное Как Попирание Прав Всевышнего Аллаха Ведь Этими Поступками Человек Заявил Что То Что он Повесил На себя Или На что Либо То он То Эта вещь Этот предмет Защищает Предмет Который Не видит Не слышит Его Выкинет Выбросив Мусульку Он будет Лежать Там Пока Не сгниет И Человек Одевает На себя С надеждой С надеждой И с упованием На этот Предмет Что он Убережет Человека Таким Образом Он Предал Аллаху Равных Он Отбросил Аллаха В сторону И Посчитал Что кто-то Помимо Аллаха Способен Или Этот Шнурок Или Этот Амулет Или Этот Оберег Он Может Уберечь Человека Разве Мы не Видим Сегодня Вокруг Нас Люди Обращаются К Умершим Приходя К могилам Прося И Взывая Их О защите Помощи Поддержки И тому Подобное При При этом Они Совершают Пять Намазов При Этим Они Говорят Ля Иля 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 Аллах Почему Это Все Случилось Это Случилось По Причине Невежества По Причине Не Зная Или Незнание Непонимание Что Такое На Самом Деле Что Означает Ля Иля Иля Аллах Ведь Человек Появился На Этот Свет И Ему Первое Что Читают На Первое Что Он Слышит Это Восхваление Аллаха Когда Он Умирает Уходит С этого Мира Посланник Аллах Сказал Напоминайте Ему Чтобы Он Говорил Ля Иля Иля Аллах И посланник Аллах Сказал Тот Кто Скажет Ля Иля 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 Аллах И Умрет Войдет В рай Когда Его Уложат В могилу Его Посадят И Садат Ему Три Вопроса Какие Кто Твой Господь Какова Твоя Религия И Кто Тот Кто Был Послан К вам Кто Твой Пророк Будет Человек Спрошен О Единобожии Человек Который Рассеял Поклонение Аллаху С Другими Различными Людьми Могилами Амулетами И Тому Подобно Он Не Сможет Сказать Что Мой Господь Аллах Потому Что Он В Этом Мире Уповал Взывал Надеялся На Кого Либо Помимо Аллаха Мы Сегодня Видим Как Смимбаров Людей Призывают К тому Чтобы Обращались К Устазам К К К Святым И Тому Подобно Будучи Убежденными Что Это Таухид Это Ничто Иное Как Ширк Который Нарушает Полностью Таухид Человек Приходит К Могиле Говорит О Устаз Защити О Устаз Помоги Посланник Аллаха Салам Когда Будучи Пророком К Нему Обращались И Просили Чтоб Он Сделал Дуа Но Когда Он Умер Ни Один Из Подвижников Не Приблизился К Его Могиле И Более Того Посланника Аллаха Предостерег Мусульман Чтобы Возводили Храмы На Его Могиле Чтобы Делали Ее Святыней Сегодня Ты Видишь Когда Приходишь К Могиле Посланника Аллаха Салам Люди Забыли Полностью Не Знают Его Хадисы Как Будто Не Знают Нет Они Знают Либо Неправильно Понимают Либо Абсолютно Не Знают И Поэтому Когда Ты Сказал Ля Иля Иля Аллах Это Не Означает Что На Этем Все Закончилось Ты Должен Познать Как Воплотить В Жизнь Это Ля Иля И Как Уберечь Это Чтобы Не Нарушить Это Это Важно Потому Что Нарушив Это Нарушив Слова Ля Иля Иля Аллах Ты Придешь К Аллаху Субханаху Ва Та'аля Пусты Всевышний Аллах Субханаху Ва Та'аля Говорит Мы Предписывали И Мы Сообщали Об Этем Предыдущим Народом И Вам Тот Кто Придаст Аллаху Аллах Говорит Я Оставлю Вас Вместе С вашим Многобожьим Вот Те Которые Уверовали Эта Религия Сильна Непоколебима Из-за Своей Основы Это Таухид Это Единобожье Которое Заложено В первом Столпе Ислама Это Свидетельство Что Нет Божества Достойного Поклонения Кроме Аллаха Но Помните Это Не Просто Слова Это Слова Которые Обязывают К действию К действиям И К Сохранению И Отдалению От Того Что Нарушает Просить У Аллаха Субханаху Ата'аля Прощение Тем Прощающей Милосерд Ахамду Аллаху Субханаху Обязательно Обязательно Вспомните Какой Какой Показуха Запрет Амулеты Запрет И Тому Подобное Просто Позадумайтесь Как оно Пришло В общество В котором Оно Есть Оно Пришло Посредственно Невежества Также Следует Знать Что Таухид Или Единобожие Это Не Просто Слова Туда К Нему Относится Все Предписания Всевышнего Аллаха Сюда Относится И Хиджаб Сюда Относится Соблюдение Прав Своей Семьи Повиновение Родителям Сюда Также Относится Хорошее Отношение К Гостью Сюда Относится Сохранение Прав Соседей Это Все Таухид Иногда Люди Неправильно Абсолютно Понимают Что Такое Религия И Как Она Соблюдается Человек Думает Если Я буду Поклоняться Аллаху Не Приобщать К нему Равных Все На этом Все Закончилось И Ты Видишь Он Повышает Голос На своих Родителей Он Не Уважает Своих Родителей Ты Видишь Он Женился Не Не Выполняет Обязательства Перед собой Перед своей Семьей Он Не Выполняет Обязательства Не Родителей Родителей Нет Это Не Это Таухид Это Всего Лишь Часть Которую Ты Неправильно Понял Таухид Твой Должен Выражаться В твоих Устах В твоем Сердце И В твоих Поступках В твоих Поступках Когда ты Целую ночь Молился Аллаху Выставил Киям Делал Дуа Давал Садака Ровно Так же Ты должен Понимать Что у тебя Тебя Аллах Обязал К ним Относиться Хорошо Дети Семья Родители Близкие И тому Подобное После Повиновения Себе Аллах Поставил На второе Место Родителей На второе Место Аллах Поставил Родителей Если К сожалению Мы Сегодня Посмотрим Наше Отношение К родителям То Оно Хуже Чем Даже К нашим Друзьям К людям На улице Ты Видишь Человека Встречает На улице Покупает Что-то Говорит Дайте Пожалуйста Возьмите Пожалуйста А когда Ты видишь Он Разговаривает Со своими Родителями Неважно С матерью Или с отцом То это Самый Грубый Человек Это Не Таухид Это Невежество Полное Или Сегодня Люди Считают Что Таухид Это Означает Нужно Сидеть И Высматривать Кто Тоже Оступился Чтобы Назвать Его Мушриком Назвать Его Кафиром И тому Подобное Аллах Обязал Тебя И Спросит С Тебя Аллах Не Обязал Тебя Быть Судьей Для Людей Сегодня Трактуют Слово Таухид Или Соблюдение Таухида Это Куфру Битта Это Вадьб На самом деле Человек Не Сможет Сохранить Единобожие Если Он Будет Совершать Ширк Ни В Коем Случай Ну Суда Начинают Приписывать К этому Пониманию Если Ты Не Считаешь Его Кафиром Значит Ты Так же Кафир Потому Что Таухид Гласит Куфр Битта Один Вопрос Где Ты Учился Сколько Ты Учился Проблема В том Что Сегодня Мы Говорим О Религии Без Знаний И Случается Так Что Альхамду Лилля Оказывается Мы В Киеве Один Два Мусульманина Или Во всей Украине А Искренние Муахиды Их Два Три Человека Которые Ходят И Выскриют Кто Где То Оступился Не Молятся В Мечетях Не Молятся За Людьми Или Придут Мечети Говорят Нужно Сперва Узнать Акиду Имама Валлахи Как будто Пророк Мухаммад Пришел И сказал Прежде Чем Уверовать Иди Ковряйся В их Сердцах Каждым И Поэтому Слово Единобожие Или Таухид Сегодня Первое Это Важно Познать Важно Правильно Понимать И Остерегаться Заблудшего Трактования Этой Фразы Либо же Этой Основы На этом Сегодня люди Построили Множество Различных Убеждений Смотришь Смотришь На малый Грех Они Говорят Ширк Смотришь Просто На большой Грех Они Говорят Ширк Они Не Способны Различить Что Такой Большой Грех Что Такой Малый Что Такой Большой Ширк Малый Ширк Скрытый Ширк И тому Подобное Вот Те Которые Уверовали Запомните Фразу Не Суди И Не Будешь Судим Аллах Субхан Ва Возложил На тебя Ответственность Уверовать И Соблюдать И Выполнять Эта Ответственность Лежит В первую Очередь Затем Донести Но Не Быть Судьей Посланник Аллаха Салаллаху Алейхи Салям Страдал На этом Пути Его Сподвижники Страдали Чтобы Толпами Людей Ввести В Ислам Призывать Их К Исламу Находить К ним Оправдание И Ты Видишь Сегодня Люди Все Делают Чтобы Толпами Ввести Из Ислама Причина Этому Невежество И Вторая Причина Это Это Специально Для того Чтобы Расшатать Мусульманскую Для Для Того Чтобы Посеять В ней Болезнь Чтобы Она Не Смогла Развиваться Не Смогла Развиваться Причина Этой Болезни Это Постоянный Фитнес Среди Мусульман Это Постоянные Споры Среди Мусульман Это Отсутствие Единства Их Отсутствие Единства Однажды Я сидел В гостях У одного Известного Ученого Шеха Абдурахмана Аль-Баррака Ему Пришли И задали Вопрос Шейх Что вы Скажете Относительно Вопроса Оправдания По невежеству Известный Вопрос Есть ли У человека Оправдание Когда он Совершает Ширк По невежеству То есть Он Сделал Грех И он Не знал Что это Ширк Есть ли У него Оправдание Перед Аллахом Или нет Наперед скажу Что в этом Вопросе Ученые Разногласят Кто-то Из них Сказал Абсолютно Нет Оправдания Кто-то Из них Сказал Нет Есть И все Зависит От общества Где он Вырос Где он Живет Если он Вырос В семье Где он Выучил И вырос На Таухиде У него Нет Оправданий А если Он прожил Например Как в Советском Союзе 70-80 Лет Жили Самое Мало Это просто Я мусульманин И пару Сурис Из Курана У этих Людей Есть Оправдание Некоторые Ученые Сказали Есть И теперь Этот человек Говорит Аллах Этот вопрос Настолько Сложный Что до сих Порь Я не Определился Это Величайший Ученый Из его Ответа Я понял Что прежде Чем Извините За выражение Ляпнуть Или Сказать Что-то Нужно Подумать Потому что От твоих Слов Будут Большие Последствия Но мы Сегодня Живем Во времени Когда Люди Извините За выражение У которых Не списали Ни одну Тетрадь Люди Которые Абсолютно Ничего Не знают Из Из религии Первый У них Первый Их вопрос У человека Есть Оправдание По невежеству Или нет Если Ты скажешь Есть Он Говорит Кафир Я куфр Баттагут Ты тоже Кафир И тот Кто Назовет Тебя Мусульман Кафир И ты Видишь Этот Хаос Невежества Я вам Это Говорю Не только Для того Чтобы Показать Что Плохо Что-то Нет Для того Показать Насколько Опасно Невежество Насколько Оно Опасно Как Посланник Аллаха Салаллаху Алейхи Ассалям Сказал Придут Времена Когда Аллах Субханава Ата'аля Не будет Забирать Знания Из Грудель Знающих А будет Просто Их Забирать И останутся Невежественные Которые Будут Говорить Я Знающий Будут Отвечать На вопросы Людей Сами Будут Заблуждаться И вводить Их В заблуждение И сегодня Мы видим Это Сегодня Куча Лекций Урок Различных Блогеров Которые Никакого Отношения Не имеют К Шариатским Знаниям Образованию Но ты Видишь Они Фатву Дают Направо И налево Он Немножко Изучил Арабского Языка Немножко Чтобы Уметь Брать Читать И Переводить И он Считает Что Он Имеет Право Преподавать Раньше После Посланника Аллаха Салаллаху Алисалям Знания Мог Передавать Только После Разрешения Учителя Никто Не имел Права Говорить О религии Без Разрешения Или Передавать Хадисы И тому Подобное Сегодня Человек Книгу Не прочитал Или Просто Он Изучил Арабский Язык И ему Этого Достаточно И ты Видишь Куча Лекций Групп Различных Блогов И мусульмане Сидят И просто Забивают Мусором Свою Свою Голову А забивают Не просто Мусором А забивают Фитны Который Он Выходит В общество И он Не может Жить В ней В этом Обществе Потому что Согласно Этим Убеждениям Он Не должен Сидеть С этим Кушать С этим Навещать Этого Молиться За этим И он Мусульманин Какой-то Вес Калека А причина Это Невежество Причина Глубокое Невежество Сегодня Популярно Это Вести Блог Свою Или же Блогеры Ты видишь Говорят О религии Аллаха Все Кому Не лень Психологи Непсихологи Трактористы Я не знаю Маршрутчики Куча Кто угодно Просто потому Что он Красивый Говорит На Фатвию Отвечают И люди Сидят И говорят И женщина Сидит Смотрит Этого Психолога И говорит Субханаллах Какой ты Несправедливый Ты должен Быть Вот Каблуком Оказывается И вся Религия И семьи Сыпятся Дети Остаются Одинокими Джаматы Распадаются Мечети Не строятся Школ Нет Ничего Нет Но зато Один Два Человека Умным Лицом Они Муахиды А остальные Все мусорики Это Это болезнь Уммы И поэтому Каждый Каждый Кто подойдет К вам И начнет Копать Вашу Акиду Оставьте Каждый Кто придет И начинает Копать Других Оставьте Сохрани Свой Иман Посредством Требования Знаний Посредством Требования Знаний На уроке Которые По Таухиду Проходят У нас Десять Человек Сидит Пять Человек Сидит А фатвы Дают Сотни Вот оно Реалии Нашей жизни Сегодня Таухид Это Притворить Законы Аллаха В первую очередь Для себя В жизни Покориться Аллаху Повиноваться Аллаху Быть Убежденным В его Предписании А нет Это не выносит Решение Направо И налево Относительно Людей Остерегайтесь Быть Тем Кто является Причиной Развала Умны Фитнес Среди Людей И поменьше Слушайте Различных Блогеров Различных Самоучек И тому Подобное Знание Берется О узнающих Сидя На их Уроках Книги Требовать Знание Это С кучи Книг Откуда Мы Черпаем Фатву Или же Снимают Слушаем Ролики Видео И тому Подобное Фатвы Частные Или общие И тому Подобное Все Вот это Наше Знание Стало К сожалению Поэтому Знание Наши Дети Должны Посещать Кружки Знаний Мы Сами Наши Жены Должны Посещать Круги Знаний Самое Основное Должны Познать Тогда У нас Не будет Этых Проблем Пока Мы Требуем Знания Мы Будем Молчать Будем Притворять Но Когда Мы Перестанем Требовать Знаний Мы Много Будем Говорить Впустую И Сами Это Не Практиковать Никогда И Тогда Результат Этой Уммы Будет Очевиден Уммы Не Всей А Общества Того Или Иного Я Прошу Аллаха Простить Нам Наши Грехи Явны И Тайны Простите Аллаха Прощения И Прощающие Милосердие Продолжение следует... Продолжение следует...